Куда ж Господи Усапсу в рафронт твоих, всем роду безбожных гонений на церковь русскую, дневничное заключение, гвардей работы и самую смерть приемших, и сотворим вечную память. 20-й век стал особенно трагическим для России, потерявшей миллионы своих сынов и дочерей не только от руки внешних врагов, но и от собственных гонителей богоборцев. Среди злодейски убиенных и замученных в годы гонений и репрессий было неисчислимое множество православных, единственной виной которого оказалась твердая вера в Бога. Они отстояли свое право верить. Людям, пострадавшим за веру во Христа, установлен поклонный 7-метровый крест на пересечении улиц Вифанская-Пионерская. Он увенчан керновым венком, сквозь которого прорывается луч света. Рядом памятная доска с подробным описанием подвига новомучеников в годы репрессий. Потихоньку начинаем осознавать подвиг новомучеников. Благодаря им мы сейчас имеем возможность как-то еще исповедовать веру и как-то прийти в храм на крови мучеников. Можно сказать, сейчас и как это живем. Памятный крест – это только лишь начало создания музейного комплекса священника-богослового-ученого Павла Флоренского, жившего в Сергиевом Посаде в начале 20 века, и тоже подвергнутого гонениям, расстрелянного в декабре 1937 года, вместе с другими священнослужителями Родонежской земли. Создаваемый музей – один из своих целей – ставит сбор материалов о всех пострадавших в годы репрессий в Сергиево-Посадцах. Большую работу для того, чтобы увековечить память убитых во времена репрессий, проделал и внук Павла Флоренского, отец Андроник. Почтить память пострадавших сегодня пришли и те, кто об этих суровых временах знает только из книг, и те, чьих семей коснулась эта трагедия. У меня вся родина здесь, у меня все родные погибли. И во время войны, и во время репрессированности. Каждый год в день памяти собора новомучеников и исповедников Родонежских у памятного знака проходит богослужение. Литию об упокоении и молебен провел благочинный церквей Сергиево-Посадского церковного округа Александр Колесников. Есть такое выражение, что в Священописании церковь стоит на крови мучеников. И действительно, вот этот вот плод, который сейчас мы наблюдаем, рассвет духовной жизни, это не благодаря нашим усилиям, благодаря тем людям, которые в эту сложную пору смогли остаться верующими, смогли отстоять свое право теперь уже для нас быть христианами и верить и жить по-христиански. Ирина Самойлова, Алексей Галкин, День города.